59% всех карет скорой помощи, они на сегодняшний день ветки и нуждаются в обновлении. 20% карет скорой помощи требует списания. То есть вы видите, ситуация на самом деле очень тревожная. На ходу очень небольшое количество карет скорой помощи, поэтому многие скорой помощи, службы вынуждены нанимать такси. Но это абсолютно не дело, конечно. Поэтому здесь очень много нюансов. Первое, мы сейчас поставили задачу и требуем, чтобы увеличили стоимость тарифа. То есть тариф на сегодняшний день очень низкий. Цена вопроса 10-11 миллиардов тенге. Мы с Минздравом эти вопросы обсуждаем, будем стараться решать. Второй вопрос, это в целом обновление парка. Некоторые не могут обновить парк. Почему? Потому что есть приказ Минфина по правилам ведения бухгалтерской отчетности, если я не ошибаюсь, 393-й. Там есть период амортизации, он порядка 7 лет. Но если вы представляете, что такое работа скорой помощи, мы все понимаем, что в год пробег порядка 100-120-150 тысяч. То есть через три года эта машина уже непригодна. Поэтому каждые три года кареты скорой помощи, эти машины надо обновлять. Семь лет это не терпит. Поэтому мы сейчас предложили норму, работаем с коллегами, чтобы вот этот период амортизации и списания уменьшить, снизить до 3-4 лет. И второе, в целом, внести изменения в учетную политику самих этих организаций, чтобы они установили вот этот срок. Ну и работаем с акиматами. В целом, все должны понимать, когда речь идет о покупке машин, карет скорой помощи, чья это ответственность? Это ответственность полностью акиматов наших регионов. Поэтому если в определенных акиматах эта проблема не решается, я думаю, что жители этих регионов, граждане, они обязаны требовать у акиматов, чтобы эта проблема решалась. Потому что бюджет – это всегда справедливое распределение разочарования. Поэтому речь идет только о правильных приоритетах. Денег не будет хватать. Если возьмете Америку, в Америке тоже денег не хватает. В Германии тоже не хватает. Во Франции тоже не хватает. И у нас всегда не будет хватать денег, потому что проблемы всегда появляются новые. Но когда мы говорим о бюджете, речь идет о приоритетах. Так вот, я думаю, что акимы должны в качестве одного из основных приоритетов всегда брать здравоохранение, образование, безопасность и коммунальную сферу. Поэтому когда речь идет о праздничных мероприятиях, форумах, круглых столах или праздничном оформлении, находятся деньги. Когда речь идет о скорой помощи, почему-то этих денег не хватает.